МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День учителя. Праздник и тех, кто учит, и тех, кто учится, или когда-то учился. И даже если это было давно, все равно есть человек, чье имя-отчество запомнится на всю жизнь. Педагог, который помог с выбором профессии или просто дал совет, изменивший судьбу. В Ивановской области свой профессиональный праздник в этот день отмечают 5700 учителей. Именно столько человек каждое утро заходят в класс и начинают урок. Доля молодых кадров всего 19%. С этого года было принято решение провести первый целевой набор для обучения по педагогическим специальностям. Согласились 42 человека. Вместе с образованием они будут получать определенные преференции, предусмотренные договором. Деньги на эти цели предоставляют региональные и муниципальные бюджеты. А через 4 года дипломированные педагоги займут свое место у школьной доски. Самая большая потребность в регионе в учителях начальных классов, в учителях английского языка, русского языка и математики. Но те 42 договора, о которых мы говорим, это договора практически по всем специальностям, в том числе учителя-дефектологи, в том числе педагоги-психологи. Это зависит от того, какую потребность на данный момент испытывают конкретные муниципалитеты. Виктория Четверякова в Новоталицкой средней школе работает 3 года. И за это время, даже говоря на иностранном языке, стала для ребят и коллег родной. Девушка преподает английский. Она очень добрая, никогда не скажет против слов. Например, попросит помощи, а она не будет говорить. Там отстаньте сами, думайте. Она всегда поможет. Виктория учит и учится. Сейчас она аспирант Ивановского государственного университета. В этом году планирует защитить кандидатскую и отправить во взрослую жизнь свой первый выпускной класс. У нас с ними получается больше совместная работа. Они учат меня, я учу их. И, наверное, их активность заражает меня, моя активность заражает их. Поэтому мы как-то работаем в таком тандеме вместе с ними. И я думаю, что у нас все получится. Пока сил очень много, хватает. Я думаю, что мы со всеми проблемами справимся, и все будет хорошо. Мама у Виктории тоже учитель. Так что дарить знания – это семейное. Влиться в коллектив помогали старшие коллеги. Самый большой страх молодого педагога – не найти ответ на вопрос ребенка. Но где, как и не в школе, можно научиться решать сложные задачи. Мне кажется, сложность есть в любой профессии. Я думаю, что я нашла то место, где должна быть. Мне интересно, я ищу что-то новое. То есть, пока вот есть такой запал, я думаю, что все именно там. Я нашла свое место, я нахожусь там, где я должна быть. Учитель сегодня – кто он и зачем он нужен, когда вокруг столько доступной информации. Кажется, что и в школу-то можно не ходить. Однако ни один компьютер не заменит живого человеческого общения. А вот роль учителя действительно поменялась. Теперь он проводит мир знаний. Показывает, направляет, помогает сориентироваться. Учитель в современном мире, конечно, не рудимент. Терабайты полезной информации в интернете – это одно. А вот погружение в предмет, умение преподать нужное и важное – совсем другое. С интернетом, я думаю, нужны учителя, потому что учитель может объяснить чуть-чуть по-другому, а в интернете тоже по-другому написано. Учитель может объяснить побольше, чем в интернете. Учитель объясняет все понятнее и внятнее. Может даже объяснить больше, чем надо в интернете. Для Алексея Карташова это третий по счету день учителя, когда он сам в роли педагога. Хотя 33-й лицей города Иваново стал для молодого человека вторым домом уже давно. Особо у меня выбор не стоял. То есть у меня мама – учитель в этом же лицее. Все детство получается, что я провел здесь, в Тенах, это школа. Поэтому никаких вопросов таких трудных не было, чтобы сюда прийти. То есть выбор уже был осознанным, ну, в классе, наверное, 11-м. Разлука с родным лицеем была недолгой. И выпускник Алексей Карташов вскоре вернулся к педагогам Алексеем Александровичем. На то, что учитель математики немного старше своих учеников, ни его самого, ни ребят в классе, ничуть не смущает. Ну, наверное, все-таки лучше находим взаимопонимание. Как бы очень общительный учитель у нас. И хорошо объясняет материал. И, ну, у нас на руках всегда весел, такой позитив. Но материал все равно усваиваем. Современный лицей, молодой учитель и новые технологии. Теперь даже не обязательно писать мелом на доске. Задачи и чертежи одним кликом можно вывести на интерактивный экран. Время на уроке сэкономлено, если не считать потраченного времени учителя накануне дома. Ведь любую презентацию нужно сначала подготовить. Пока ученики делают домашние задания, учителя тоже трудятся. Да, тетрадки, подготовка к урокам, все это занимает определенное время. Но встается время и на общение с другими приятелями, с другими же учителями. Но времени – да. То есть тетради, подготовка к уроку – это основное количество времени уходит на это. Меньше, чем молодых педагогов в российских школах только учителей-мужчин. Буквально на днях с данной темой на правительственном часе выступила министр оборнауки Ольга Васильева. Речь шла о недостатке мужского воспитания в общеобразовательных учреждениях. А ведь и правда. Например, в 33-м лицее у Алексея Карташова только один коллега-мужчина. Всего два хозяина для такой большой школьной семьи. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.